Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, мне, честно говоря, у меня есть такое ощущение, знаете, неполной картинки. Ваш парень говорит о том, что хочет стать богатым, и вам это не нравится, потому что вы в него не верите. У вас есть законодательство от того, что он не сможет стать успешным, что он недостаточно целеустремлен и так далее. Какие чувства вызывает у вас то, что человек, по сути, говорит о том, на что он не способен? Как мне кажется, это в вас вызывает тревогу. Тревогу, ощущение неопределенности, может быть, незащищенности, в результате чего появляется, как мне кажется, агрессия и желание, как бы вот, ну, вернуться в небес на землю своего молодого человека. Но если я прав, если я прав, то вы говорите больше про свою реакцию, про своё реагирование, и про своё реагирование, ну, достаточно, я бы сказал, негативное. То есть, это именно, что негативное реагирование, это именно, что, ну, именно, что ваша приводность, не его, а ваша приводность, понимаете, в чём штука, в чём штука. И мне кажется, мне кажется, что в этом есть основная недостыковка, то есть, ну, говорит он, что станет богатым, ну, говорит он, что станет миллионером, что будет жить в достатке, ну и что. То есть, как бы, вас это, как-то касается, вы чувствуете, что вас это касается, то есть, понимаете, какая штука, более того, вам хочется высказать, то есть, вы чувствуете, как лично, вовлекаетесь в то, что говорит молодой человек. То, что вы чувствуете, как то, что он говорит, задевает вас, задевает и вас. Понимаете, в чём дело, ну, по поводу же того, что говорите вы, что вот он вам противен и прочее, я бы сказал, что это происходит здесь, разочарование. Разочарование в близких людях, вообще-то, это нормально, потому что до того, как разочарование наступает, мы, как правило, видим лишь идеализированный образ, образ человека, ну, не реального человека. Когда же мы чувствуем разочарование, это значит, что мы наконец-то можем увидеть уже реального человека, который реально существует. И вот, что здесь важно, наверное, отметить, это то, что, вот, как вы сами воспринимаете этого реального человека, то есть, ну, готовы ли вы его принять на уцелён вам, чувствуете ли вы благодарны по отношению к нему, за то, что, ну, за то общество, например, что у вас было, или нет, или вы не ощущаете ничего такого-то. То есть, вот, как-то вот в этом направлении, мне кажется, вам надо бы двигаться, как-то в этом направлении, мне кажется, вам, не знаю, смотреть, и тогда, на мой взгляд, всё будет, ну, более-менее неплохо. Она в своё, скорее возможности будет, можно сказать, вы incense ver Mul costs, в целом страшного, да ещё лучше понимать, и может быть, guessed инвес tendon, более-менее, другое качественно, более качественно что-ли, что ли выстраивать свои отношения, вот. человек. Вот, я думаю, примерно такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии. Но в целом, я бы сказал, в целом, мне кажется, что вы не очень хорошо пока что понимаете себя. Мне кажется, что в целом, мы пока что не очень хорошо отдали эти отсчет себе сами, а в том, что чувствуете, что вам хочется, например, что вам нужно. И очень важный момент, очень важный момент является, как мне кажется, то, чтобы давать понять человеку о своих желаниях. Ну, то есть, чего вы хотите дать понять человеку, то, условно говоря, ну, в чем вынуждает, например. На мой взгляд, вы этого не делаете, пытаясь сдерживать себя. Вот, но сдерживая себя, мне кажется, вы, по сути, причиняете только вред. Мне кажется, что вы причиняете вред как себе, так и своему партнеру, который, вероятно, не очень знает, что для вас по-настоящему ценно, например, например. Ну, не обязательно, он должен это знать, но, конечно, было бы хорошо, если бы он был в курсе. Понимаете? Ну, по-чем я говорю. Вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психолога. Поэтому ответить на вопрос, любите, представить, если вы его любите или нет, ответить на этот вопрос я не могу, как не может ответить любой психолог, потому что это ваши чувства и развиваются ваши чувства только по вам, ну, вам одной ведомой схеме, мне кажется, что было бы, ну, было бы очень наивно думать, что мы можем знать, любите вы его или нет. Ну, я имею ввиду. Я имею ввиду. Ну, у вашего мужчину отмена. Вот. Поэтому, мне кажется, мне так кажется, по крайней мере, что имеет смысл для начала имеет смысл разобраться в себе, в том, что, в том, что, в том, что вообще нужно вам. А дальше уже посмотреть на то, как можно выразить выразить то, что вам хочется выразить. Ну, я имею ввиду. Я имею ввиду, как можно выразить то, что вы чувствуете. Только чтобы это было не в каком-то таком, знаете, условно говоря, негативном ключе. Вот. А чтобы это было в ключе того, что, ну, вам хочется. Например, вот это, мне кажется, это было бы очень гуманно, по отношению к вам. Мне кажется, это было бы очень этично по отношению к вам, позитивно по отношению к вам. Вот. И как-то я бы сказал, возможно, раскрыл бы вас определенные новые стороны вашего, ну, вашего характера, вашего поведения, вашей, может быть, даже чувственности. Вот. Что, ну, что позволило бы, что позволило бы вам более полно проживать свою жизнь в том, чтобы быть более, ну, более, там, более свободной, ну, в отношениях с людьми. Да, да. Вот. Ну, мне кажется, вот, такой ответ вам, в принципе, ну, можно дать с точки зрения, с точки зрения психологии. Вот. Ага. Ну, вот. В принципе, наверное, все, что я пока хотел бы вам сказать. Пока что. Наверное. Давайте на этом тогда пока закончим. Вот. На этом пока совершим. Я надеюсь, что это, ну, позволит вам какую-то вот сформулировать обратную связь. Вот. Ну, ну, то есть, чтобы вы вот подумали и сформулировали обратную связь нам. Вот. И процесс этой связи может вполне себе начаться, начаться, начаться психотерапией. Вот. Если вам этого хочется, конечно. А вы можете обратиться с молодым человеком, ну, с своим молодым человеком, можете обратиться на консультацию. Вот. Вот. Проработать свои отношения. Вот. С ним. Ну, я имею в виду, да, вот отношения с мужчиной как раз, вот, чтобы, может быть, более понятно вам было, то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, то, что вам хочется, да, то, что вы, ну, условно говоря, чувствуете, да, и так далее. То есть, нюансов здесь может быть, как мне кажется, нюансов здесь может быть достаточно много. Вот. И... Лучше всего, если эти нюансы будут нами разобраны, если эти нюансы будут нами рассмотрены. Вот. Если эти нюансы будут, ну, раскрыты. Вот. Вам же. Ну, вам же самой. От этого будет лучше. Вам же самой. От этого будет хорошо. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения того, что составляет мой опыт, мою практику и мои знания. Вот. На данный момент я убежден в том, что вы с собой, вот, ну, не совсем честны. И... Это... Это... Является тем, что... Является тем, что... Вот. Для вас, ну, наверное, не были... Не были болезны. Не были болезны. А молодой человек, он... Затрягивает. Затрягивает. Некоторые ваши чувства. Затрягивает. Некоторые ваши... Затрягивает. Переживания. И... Как бы... Это вас... Еще... Еще... Еще больше... Напрягает. Давай. Еще больше... Может быть... Злит. Вот. Ну, а... Своими чувствами обращаться вы не умеете. Вот. В... 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 Да. Вот. И отсюда... Отсюда... Такие вот... Реакции. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.